Владимирский планетарий готовится к празднованию 60-летия. Сегодня об этом мы поговорим в нашей студии. Итак, я представляю вам у нас в гостях Юрий Сильвёрстов, заместитель директора Владимирского планетария, и Михаил Ишуков, председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, полетели? Полетели! Полетели! Итак, Владимирский планетарий. Вообще, вот задача планетарий как учреждение, образование, культура. Каковы его функции? Вообще, планетарий является центром просветительской деятельности и, соответственно, дополнительного образования. Планетарий работает исключительно именно только с этой целью. То есть мы доводим до людей, до детей ту информацию, которая есть у нас. То есть мы ее трансформируем из научной в трансформацию, да, нормальную, популярную, которая понимается любым человеком. То есть это наши непосредственные задачи. Каждый ли регион может похвастаться своим планетарием? Нет, к сожалению. Не каждый регион может это сделать, но мы имеем такую возможность посетить наш Владимирский планетарий в областном центре. Вообще, если говорить за другие регионы, сколько у нас планетариев вообще в России? Вообще, да. Мы, как Владимирские планетарии, соотносимся именно к ассоциации планетарий в России, а в этой ассоциации больше 50 планетарий по всей России. И мы в том числе, естественно, являемся непосредственно таким же действующим лицом, как все остальные. То, что касается других регионов, да, в некоторых регионах имеются свои планетарии. Имеются очень большие, огромные, построенные недавно. Это, например, Ярославль. Естественно, Москва очень неплохой планетарий. Нижний Новгород. Но вот и мы тоже в этом, скажем так, креду несем свое здоровое, целое, и познание даем. Ну, вы назвали такие многочисленные города, и, соответственно, там и сами планетарии, их здания гораздо больше, чем наш Владимирский планетарий, который уже давно ждет другого помещения. Или все-таки мы уже настолько связаны вот со своим старым жилищем, что это уже какая-то такая историческая связь поколений? Ну да, действительно. Мы можем сейчас окунуться, сделать экскурс в историю Владимирского планетария. Естественно, это все было связано с первым полетом человека, с первым полетом Юрия Алексеевича Гагарина. Все знают, что это произошло в 61-м году, 19 апреля. Исключительно после очень большого, естественно, спроса на космос, прям можем так сказать, Совет народных депутатов города Владимира принял решение о создании Владимира своего планетария. Кстати, он был, по-моему, под номером 41. То есть 41-й планетарий был создан у нас в городе Владимире. То есть это, если мы берем весь Советский Союз. Естественно, почему в здании церкви возникает вопрос? Потому что, в общем-то, адаптация была этого планетария непосредственно к круговому зданию, то есть это центральная часть, где можно было разместить 8-метровый купол. Исключительно только из этих соображений. Скажем так, до планетария в церкви был склад. Михаил Адамович, получается, что 60-летие, такая отправная точка для всех планетариев страны. В прошлом году мы отметили как раз юбилей. У нас был совместный проект при поддержке ваших организаций. Это был такой рывок. Космос, да? И вот правильно сказал Юрий Валерьевич, что такой запрос был на все космическое. А вот после этого события были еще подобные запросы по силе, по масштабу? Ну вот, 60-летие полета Гагарина в России отмечалось радиожда. Я должен поблагодарить ваш телеканал, вариант, который сделал классический фильм, который смотрят везде. И получил хорошую оценку. Так проведены куча, много мероприятий. Ну и я не буду вот во Владимирском планетарии. Так областная научно-техническая библиотека прошло хорошо. И очень хорошо прошло всероссийское движение школьников на базе Владимирского планетария. Очень прекрасно, хорошо прошло. И вот у нас есть в Суздальском районе «Село Новое». Вот, а там есть «Дом культуры». И вот там грандиозное мероприятие прошло. Организаторы хорошие практически собрали все ученики. Была куча вопросов. Активное участие в передаче в проведении принимались на, значит, учителя. И еще один вариант. У нас есть такой квакториум, да. И вот дети под руководством воспитателя создали фильм «Тихий герой Владимирский». Это о «Тихонраве», «Тихий герой Владимирской земли». Фильм прошел, получил хорошую оценку. И, значит, вы были представители русского космического общества, были космонавты, которые детям, которые участвовали, я фамилии не буду переселять, значит, вот вручили награды. Так, у нас, значит, что честная связь с космодромом Байконур. Вот, приветственный адрес. Вы прекрасно знаете, что в 1922 год, это год 65-летия открытия космической ревоты с Байконура пришла. Такой адрес пришел. Я его прочту, если вы не возражаете. Так, следом Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконура. Дорогие ветераны космодрома, от имени руководства администрации города Байконур, от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Подводя итоги уходящего года и выстраивая планы на будущее, мы берем за собой самое ценное, полезное и нужное, стремя все лучше развить и приумножить. В 2021 году мы достойно встретили 60-летие со дня исторического полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, а год, грядущий для нас очередную замечательную дату, 65-ю годовину, со дня запуска первого искусственного спутника Земли, ознаменавшего начало космической эры человеческой. Первый в мире космодром продолжает вдохновенно трудиться и отрадить, что вы берегно храните в своих сердцах о Байконуре память. И с наступающим Новым Годом с уважением глава администрации Бусыгин. Также Владимирская организация с Байконуром дружит, Центр управления, значит, полетами мы дружим, и, значит, что еще, Федерация космонавтики, общаемся хорошо. Вот пришли международный экипаж, который летал с автографами, это пришли, это, значит, я должен сказать, что Владимирская организация ветеранов космодрома Байконур и Владимирские планетари очень тесно сотрудничают с музеем, который находится на космодроме Байконур на площадке 2. Этот музей занесен в книгу ЮНЕСКО, его возглавляют сейчас Зайцем Айгерим, у них практически обмениваются мнениями, все высказывается. Вот то, то же самое, это все пришлось с космодрома Байконур. Ну и самое главное, в связи с тем, что хлебосольный год, вот пряник, он действительно пришел с Байконура, его прислали нам в посылки, вот, поэтому Новиков Виктор Андреевич, мы ему благодарны, это, который возглавляет Совет самоуправления на космодроме Байконур, Центральный Совет Ветеранов, там, то же самое, Делендик, Мельков и прочие ребята работаем. Ну и еще что, вот 60-летие полета Гагарина, не 60-летие, а полет Гагарина подстегнул интерес, вот здесь говорили, поэтому Владимирский планетарий, ветераны космодрома Байконур совместно выпустили к 60-летию, можно говорить, да, к 60-летию Владимирского планетария, вот такую книжку, трудились коллективы ветеранов Байконура и Владимирский планетарий, вот, ну я думаю, начальник планетария расскажет, что как, и самое отрадное, что в этой книге есть вот мнение, стихи, которые написали, жители Владимира и области любят свой планетарий, посвящают ему стихи и складывают песни, вот написал в планетарии подполковник, ветеран космодром Байконур, Юра Шустров, я его знаю, житель Владимира, посвящение Владимирскому планетарию Николаю Бубнову, и песня о Владимирском планетарии, вот, написал ее художник Владимирского планетария в 2017 году, Жене Войно, и таких много, мало того, Владимирский планетарий дружит с искусством, вот художник, член Союза художников, доцент кафедры дизайна, изобретения искусства, реставрации, Павлович Василий Павлович, преподнес дал планетарию, им специально написанную картину в 60-летии полета Гагарина, все это проходило, вручалось во Владимирском планетарии, было прекрасно, все хорошо. Дадим Юрию Валерьевичу, да, вот для вас чем ценно это издание, которое сейчас держите в руках? Вы знаете, мы держим в руках кусочек истории, здесь есть мои слова с поздравлениями всех тех, кто начинал работу, кто работал в этом планетарии, кто отдавал свое сердце, свою теплоту этому предприятию, поэтому я их всех в этой книге поздравил, пожелал всего самого-самого на лучшего, естественно, что мы сейчас в первую очередь желаем, это здоровье. Вот, это очень ценное для нас вообще, я могу так сказать, приобретение даже, ценное приобретение в плане выпуска этой книги, то есть, ничего подобного вообще, наверное, в Владимирском планетарии за 60 лет не было. Итак, выпуск этой книги, этой летописи, да, это одно из мероприятий, посвященных этой дате, что еще планируется в юбилейный год? Вы знаете, мы уже запустили в ноябре месяце так называемый конкурс, художественный конкурс среди детских художественных школ, он называется «Космический мир вокруг нас», то есть, это управление культурой и туризма, это Владимирский планетарий и, соответственно, Русское космическое общество тоже присутствует там, значит, ждем мы картин, выполненных гуашью А3 формата, 15 лучших картин мы будем выставлять непосредственно в своем фойе планетария и чествовать победителей. Очень, скажу так, очень нескромные призы у всех у этой первой тройки, это однозначно, поэтому попрошу все, естественно, еще раз поучаствовать в этом конкурсе. Как вы взаимодействуете с общественной организацией ветеранов космодрома Байкону? Вы знаете, я могу сказать так, Михаил Адамович это наш генератор, это генератор наших вообще идей, это генератор нашего взаимодействия со всеми теми организациями, которые есть, и космонавты, и какие-то общественные другие организации, все у нас это через Михаил Адамович, поэтому у нас взаимодействие с ним очень полное. У нас создаются, естественно, вечера, у нас по памятным датам, которые есть, ежегодные, апрельские, то есть мы собираем ветеранов Байконура, мы проводим с ними беседы, мы делимся впечатлениями, они много рассказывают о себе, и у нас даже есть выставка, которая называется Байконур, моя молодость, и именно о том, как все начиналось, как создавался вообще этот космодром, и, естественно, все те люди, которые до сих пор у нас есть, они все к нам приходят. Выставку оформили, потому что, действительно, во Владимире проживали люди, 20 участников Великой Отечественной войны, которые воевали, потом распределили на Байконур, строили Байконур, стали инженеры-испытателями, по выслуге лет приехали сюда. Так, 12 человек, кто участвовали в запуске первого искусственного спутника Земли, а так, 3 человека, кто участвовал в запуске Юрия Алексеевича, до сих пор жив Корешков Анатолий Анатольевич, поэт, который написал, вот, во Владимирском планетарии проходили его по поэтические вечера, все. У нас есть люди, кто участвовал в запуске Союза Аполлон, два человека, которые мы в Вязниках, когда Валерий Николаевич Кубасов был, мы с ним встречались. То есть, номера боевых расчетов, которые жили во Владимире, приезжали в Вязнике, мы с ним встречались в школе номер 2, где его музей, школу возглавляла Меркулова Татьяна. Вот, она и до сих пор, ну, может, уже ушла, но до сих пор там очень прекрасный музей, посвященный Кубасову. Ну, и сейчас что, мероприятие. Вот, Владимирские планетарии, единственные, по-моему, дружат, есть космодром Восточный, и там, недалеко от Благовещенска, есть музей истории, который находится в Тамбовке. Село Тамбовка, километров 30, и вот Владимирские планетарии переписываются, возглавляет его большой любитель, значит, истории космонавтики, Яшта Наталья Григорьевна. Вот, она дружит и с Росским космическим обществом, все, и там проводится, обменивается мнениями Владимирские планетарии, проводится много мероприятий. Я говорил о музее на Байконуре, то, то самое, с управлением космонаврома Байконур дружат. Ну, то есть, Владимирские планетары ведет активную, и не зря, можно, вот здесь вот, было написано, что, так, буковки маленькие, я с вашего позволения возьму, так, здесь было написано, что, так, книга освещает роль и место Владимирского планетария в культурной и общественной жизни Владимира и области, рассказывает о работе сотрудников, их преданности и любви к своему делу. Ну, а там, действительно, вот я с ними сотрудничаю с 1998 года, плодотворно, так, зарплаты маленькие, клады маленькие, вся работа ведется на энтузиазме. То, что хороший коллектив, хорошие руководители, балабанов было, вот сейчас, Владимир Владимирович, все, поэтому, если и так продолжится дальше, и еще я одно хочу, значит, можно говорить, в связи с 65-летием космической эры, можно говорить, что в историю космонавтики на ровне с первой космической ракетой, первым искусственным спутником Земли и полетом Гагарина вошли и Владимир, состоящие у стоков космической эры и освоения космоса. Действительно, если прогнозировать, вот у нас вышло две книги, то там у истоков освоения космоса, Тихомиров, Тихонравов, Яцунских, стояли люди, Жуковские, которые родились во Владимире или во Владимирской области. Эта история подготовлена и издана две книги. И дальше, участники Великой, я говорил, в области и Владимирский планетарий. Его 60-летие мы будем праздновать. И смотрите, вот есть такая, как назвать правильно, так, Владимирский планетарий, есть ассоциация музея космонавтики. Наряду с ведущими Российской музея космической отрасли Владимирский планетарий занесен в альманах по России космическое. За что? За сохранение истории, традиций, имен и популяризацию научно-технических достижений ракетно-космической отрасли среди подрастающего поколения России, а также за активную просветительную работу. Вот оценка Владимирского планетария. У нас есть звонок телевизор, давайте быстренько выслушаем его. Игорь, добрый вечер. Учтели принять, Анна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Где можно приобрести книгу Владимирский планетарий? Во Владимирском планетарии. После презентации. После презентации, да. Вы допланируете презентацию. Сегодня можно считать началом презентации. И после этого мы уже, наверное, в течение буквально двух, наверное, трех недель. Кстати, там еще можно две книги принести, где дан список официально всех Владимирских ветеранов космодрома Байконур и вклад Владимира в освоение космоса. Кстати, вот эта книга выпускалась на грант, городской грант. Спасибо администрации города Владимира. Маленько помогли. Выделили. Юрий Валерьевич, конкретная дата основания Владимирского планетария, когда? Конкретная дата считается 28 апреля 1962 года. Это основания именно нашего планетария. И даже, по-моему, я помню, как звали первого директора. Его звали Александр Соколов. То есть, это первый директор, который, в принципе, адаптировал здание нашей Николокремлевской церкви под планетарию. Не знаю сейчас, к сожалению, жив он или не жив, но огромное ему спасибо. поклон. Великий. Можно добавить? Прям чуть-чуть времени. Когда создавалась книга, мы хотели занести всех директоров, но в связи с тем, что были ограничены денежным бюджетом, мы вот этот раздел убрали. Да, не получилось. Не получилось. Потому что книга была насчитана на 100 листов. Сделали 50. Но денег нет, не могли найти. Хорошо. Ну что ж, мы надеемся, следующие десятилетия будут более плодотворными. Хотя, мне кажется, уже за этот период времени есть чем гордиться, особенно очень добрыми связями с космодромом Байконур, с музеями, с русским космическим обществом. Я думаю, что мы еще встретимся и поговорим об этом в эфире. Спасибо вам огромное.